Здравствуйте! И вновь после небольшого перерыва на ваших экранах программа «О чем молчит время». Мы снова встретились с вами, чтобы вместе совершить увлекательное путешествие по страницам истории нашего края. Так что приготовьтесь вступить на территорию тайн и загадок, где до сих пор бродят призраки прошлого. Наш прошлый выпуск мы полностью посвятили усадьбе Дубовицких Мерхелевичей, которая находится совсем недалеко от Рязани в селе Стенькино. Напомним, что история этих мест уходит в далекое прошлое еще во времена Ивана Грозного. Ведь именно он пожаловал эту деревеньку боярину Федору Шереметьеву. Но об этом мы рассказывали в прошлый раз. А сегодня мы наш рассказ продолжим. Представители старинного рода Дубовицких, происходившего из Польши, владели этими землями с конца XVIII века. Деятельный Петр Николаевич Дубовицкий, его сын Александр, прослывший сектантом, и, наконец, внук Петр, достойный своего деда. Именно на нем мы остановили наш рассказ в прошлый раз. С того момента, как он стал полноправным владельцем усадьбы, многое изменилось в ней в лучшую сторону. При нем был надстроен третий этаж, он же достроил Покровскую церковь, которую начал возводить еще его дед. Занимался разведением лошадей, обустроил парк, создал систему каскадных прудов, которыми жители Стенькина любуются до сих пор. К сожалению, Петр Александрович рано ушел из жизни. Не дожив до 50 лет, он умер от рака легкого. Наследниками бездетного Петра Александровича стали его сестры, фактически же младшая Софья. Была она дамой высшего общества, веселой, любила жизнь. Жизнь в имении Стенькина при ее хозяйствовании достаточно была богата, разнообразна. Существовал комный завод, достаточно известный также на всю Россию. К Софье приезжали гости из Москвы, из Петербурга. Известно о довольно серьезном увлечении Софьей музыкой. Она брала уроки игры на фортепиано у известного ирландского пианиста, виртуоза Джона Фильда. Когда жила в Париже, совершенствовала технику игры у самого Ференца Листа и пленила французского художника Робельяра. Однако замуж вышла за немолодого гвардейского полковника артиллерии Сигизмунда Мерхелевича. Супружеская чета Мерхелевичей стала владеть усадьбой после смерти Петра Дубовицкого. Была у Петра Александровича еще одна сестра, Надежда. Говорят, что она, как и ее отец, увлекалась сектанством. Но нас больше интересует другая сторона ее жизни. Дело в том, что Надежда была одной из первых русских женщин-художниц. Конечно, она не принадлежала к профессиональным живописцам, но сформировалась не без их участия. Надежда Александровна получила очень неплохое по тем временам домашнее образование, воспитание. Имея действительно склонность к рисованию, она получала уроки сначала у своих гувернеров, а затем, пребывая в Петербурге, обратилась в Академию художеств и получала частные уроки у одного из известнейших пейзажистов той эпохи – Максима Никифоровича Воробьева. В те времена вход в Академию художеств для женщин был закрыт, ведь рисование прежде всего считалось ремеслом, а девушке из дворянской семьи не пристало заниматься подобными вещами. Именно поэтому Надежда брала частные уроки и занималась живописью на любительском уровне. Она много путешествовала с семьей своего брата и из своих поездок привозила картины. Как утверждают исследователи, Надежда Дубовицкая была довольно неплохим пейзажистом. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 1846 году на академической выставке в Академии художеств Петербурга ее работы значились в каталогах, они даже удостоились некоего упоминания критиков того времени, ну, правда, снисходительного, поскольку действительно работы не представляли каких-то уж таких несомненных шедевров. Многие живописные полотна Надежды Дубовицкой хранились в Стенькино. Оттуда они и поступили в 1918 году в Рязанский краеведческий музей. А потом, в 30-е годы, эта коллекция была поделена между историко-архитектурным музеем-заповедником и Рязанским художественным музеем. Кстати, в залах последнего сегодня можно увидеть предполагаемый автопортрет художницы. Ну, скорее всего, это все-таки не автопортрет, потому что видно, что работа выполнена профессиональным портретистом. Она не закончена, лишь хорошо прописано лицо, контуры, фигуры. Ну, наверное, вот такая красивая легенда. Хочется верить, что действительно одна из первых русских женщин-художниц, как мы называем Надежду Дубовицкую, представлена на этом портрете молодой девушки. Портрет написан примерно в 40-е годы XIX века. Кстати, свою работу Надежда подписывала на европейский манер «Исперанс Дубовицкая». Но на этом портрете подписи нет, да и поступил он из другого собрания, поэтому трудно сказать, кто является его автором. Художественное наследие Надежды невелико, так как живопись она оставила еще в молодости. Поговаривают, что Надежда Дубовицкая стала сподвижницей своего отца-сектанта. Есть сведения о том, что Надежда Дубовицкая была хлыстовской богородицей, то есть одним из почитаемых служителей вот именно этой секты. Трудно сказать более подробно, было так или нет, но, по крайней мере, сведения какие-то об этом сохранились. Возможно, с этим и связано ее отсутствие личной жизни, отсутствие семьи, хотя всю жизнь она прожила вместе со своим братом и сестрой. Но вернемся к усадьбе. Ее следующим владельцем стал сын Софи Александр Мерхелевич. Родился он в Петербурге. Там же, в 1875 году, он окончил училище правоведения с чином титулярного советника. Служил в департаменте Министерства юстиции, но через три года был уволен от службы по болезни. После отставки он поселился здесь, в Стенькино. Он был очень активен в общественном плане, то есть он и почетный игровой судья, он и гласный губернского земского собрания, там входит в училищный совет и прочее. И так же, как и его предшественники в Стенькино, занимается конозаводом, иконным заводом. То есть конный завод основал еще первый Дубовицкий. Впоследствии занимался им и внук, хирург Петр Александрович. Специализировались они на орловских рысаках. И Мерхелевичи впоследствии тоже продолжили это дело. Причем Александр Сигизмундович был еще и теоретиком. То есть у него есть труды, статьи по этому конному делу. Сегодня об увлечении бывших владельцев лошадьми говорит только чудом уцелевшее здание конюшни. Правда, состояние его весьма плачевно. Сначала здесь располагался местный клуб, сейчас же одна половина здания утопает в мусоре, а другая служит спортзалом местным ребятишкам. Александр Мерхелевич был дважды женат. Его второй брак с Ольгой Жемчужниковой, дочерью знаменитого живописца, оказался удачным и счастливым. Супруги дружно прожили здесь, в Стенькино, 11 лет. Именно в это время усадьбу часто посещают именитые гости. Не раз бывали здесь друзья отца Ольги, известные художники-живописцы Владимир Маковский и его сын Александр. А также известный в то время своими острыми сатирическими сочинениями Козьма Прутков. Козьма Петрович Прутков – литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50-е и 60-е годы XIX века поэты, братья Алексей Владимир и Александр Жемчужниковы, а также Алексей Толстой. Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ высмеивали умственный застой, политическую благонамеренность, пародировали литературное эпигонство. Пожалуй, чаще всего здесь бывает старший дядя Ольги – поэт Алексей Михайлович Жемчужников. Он подолгу жил и работал в Стенькино. И именно здесь, возможно, даже вот под этими самыми деревьями, он написал более 20 стихотворений, пошедших в сборник «Избранные произведения». Последним владельцем усадьбы стал сын Александра Алексей Мерхелевич. Он владел ей вплоть до 1917 года, а потом во время Гражданской войны сгинул. Алексей выступал в добровольческой армии на стороне белых и, по всей видимости, погиб. После Октябрьской революции усадьба была национализирована. В доме были созданы коммунальные квартиры, что привело к внутренней перепланировке и утере декора. В начале 20-х годов на базе бывшей усадьбы был создан совхоз Стенькино. А с образованием в Рязани сельскохозяйственного института имени Павла Костачева на базе совхоза было организовано учебное опытное хозяйство. Большинство подобных усадеб, имеющих многовековую историю, в наш, казалось бы, материалистичный 21 век буквально овеяны преданиями и легендами. Стенькино не исключение. В прошлой программе мы говорили о необычной атмосфере, царящей здесь. Упоминали некоторые легенды, а вот о подземных ходах так и не рассказали. А в том, что они здесь есть, местные жители не сомневаются. Говорят, что один подземный ход вел из поместья в Покровскую церковь, ту самую, которую в итоге достроил Петр Александрович. Но она была, к сожалению, разрушена во время Великой Отечественной войны. Также подземный ход соединял церковь и богодельню и уводил в лес. А еще один тайный коридор соединял под землей усадьбу и домик прислуги, который, кстати, тоже сохранился до наших дней. Об этом нам рассказывали еще в прошлый наш приезд сюда ранней весной. Это по словам старожилов, и мы были тому свидетели, имеется очень много подземных ходов. То есть рядом с территорией, буквально 100 метров вокруг, это был большой сад. И обслуга, которая жила вот в соседнем доме, подземными этими ходами, ходы с большим диаметром, то есть это ходили лошадиные подводы, не по поверхности, а под землей, подвозились, продукты питания, обслуживание. И сейчас многие, скажем так, искатели сокровищ, можно их так назвать, ищут эти ходы. И мы были свидетелями того, что проходит трасса, и столб шестиметровый бесследно исчез, его вкопали на этом месте, вот буквально 150 метров от дома. То есть это правда, что ходы существуют, что где-то они лежат, сокровища эти. Ну, скажем так, по неофициальным данным, состояние владельца более 250 тысяч золотом, а при пересечении границы, когда он покидал свое поместье, при нем ничего не было. Наверное, у каждого свое представление о сокровищах. Для кого-то это золото и бриллианты, а для кого-то сокровищем может стать этот дом с его богатой историей и уникальным внутренним устройством. Чего стоила одна система отопления, довольно прогрессивная для того времени. О ней нам тоже рассказывали во время нашего первого путешествия в Стенькино. Нижний этап, называемый дровяные котельные, отапливали это здание. И система отопления вся в стенах, монтирована. Уникальные каналы позволяли отопить полностью здание. Даже если в этом здании две котельные, даже если одна по какой-то причине не работала, перераспределялось тепло по системам, да, что весь дом отопления было достаточно, не то, что достаточно тепло, жарко было. Сегодня это уникальное здание находится на балансе у Агротехнологического университета. К счастью, руководство ВУЗа планирует реставрацию усадьбы. Зданием владеем очень интересное здание, как исторический памятник Рязани. Конечно же, в планах это полное восстановление. Уже подготовлен проект восстановления, поэтому мы работаем вплотную. Восстановление этого здания, конечно же, это не один год, не два. В планах обязательно, потому что приезжают гости, будет что показать. Это исторический памятник, включен в маршруты исторических путешествий по России, непосредственно по Рязанской области. Поэтому полная реставрация и ждем вас в гости через определенное время перерезать ленточку и открыть это здание. Мы надеемся, что усадьба в скором времени действительно получит вторую жизнь. Ну а на этом наше с вами путешествие заканчивается. Но я уверена, что впереди нас ждет еще много интересных открытий. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...